Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платёжными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. Ты не заставишь меня это сделать! Поспорим? А так? Вот так пойдёт! Эти двое сделают круто! Полгода подписки на Apple Music в подарок всем абонентам МТС. Тариф Хайп. Залипай с безлимитом на Twitch, YouTube и многое другое. Доброго времени суток всем, дорогие друзья! И завтра же будет играться гранд-финал. Победитель гранд-финала едет в Ванкувер на The International. 2018. Да, 2018, конечно же. Тут ребята, точнее администраторы турнира, они поменяли немножко расписание. В том плане, что когда у нас проходила цисквалификация, у нас было на третий день, получается, всего лишь три баста. Сейчас четыре. Потому что может теоретически произойти, что как раз-таки какая-то команда из этих, если будет играть в последний день, то может выйти один с карты. Вот они так подумали, что лучше махнуть расписание, и в конце только будет полуфинал лузеров и гранд-финал, соответственно. Ну, чтобы команда не играла 11 матчей подряд, причем это было предусмотрительно сделано после того, как СНГ квалификация была окончена, и там в Spirit действительно могли играть 18-11, но тогда это никого не волновало. А сейчас неожиданно, из-за того, что регионы очень важные играют, естественно, нужно применять различные изменения к правилам. Ну, единственное, как бы начинали играть команды в 12 часов дня, сейчас уже 9, я думаю, они тоже подустали в плане, наверное, именно больше физическом, то, что проснулись рано. И сейчас довольно-таки поздний матч был. Я видел там Мадара, например, он в паблике играл на Морфе в перерывах как раз между катками, так что все покатали паблики, я надеюсь, не особо расслаблились. Да, должны были разогреться немного. Это у нас первый матч на вылет, получается. Да, 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 и правда, хорошее замечание, действительно, команда проигравшая покидает гонку, и все, и в Ванкувер уже не ногой. Ну, можно аналитикам поехать в Ванкувер, например. Для кого? Для Мизери или для Кезу? Для Мизери, например, для Саксы, допустим. Или для экзотического оленя. Экзотический оленя. Или Саш, вот он может описать, как вот он комментирует чужие игры, и, собственно, как он теперь сам играет. Просто отличие, например, меня как комментатора, когда я ругаю игроков, я не играю. Ну, к тому, что на профессиональном уровне это не входит в мои обязанности. Но если ты профессиональный игрок и критикуешь другого игрока, следовательно, ну, ты же батя должен быть. Логично. Да, должен показывать лучший круг. Потому что я комментатор. Я могу скороговорки там на этот... Удобно отмазался? Да, на туричах где-то там зачитывать. Нет, это не то, чтобы удобно отмазался. Это не моя зона ответственности. Вот, все, я вспомнил это выражение. Блинкпул выиграли в группе у нас поляков. Там 40 минут игра была. Так что... Тогда у них был вивер без контроля, если помнишь эту игру. И Сэв под когами там задушил прямо. Это была решающая игра за выход из группы для Блинкпул. И как раз-таки после победы над поляками они вышли с третьего места. Да, да, так все и было. Так, а смотри, что у нас по драфтам. У нас получается очень любопытный и снизу очень тяжелый, достаточно тяжелый драфт от Кингвин. Тот же Феникс-Медуза. Ну, Медуза, понятно, тяжелый, потому что долго фармит. Феникс, потому что большие интервалы между драками потенциальные. Сверху у Блинкпул агрессия чуть-чуть более ярко выраженная. Потому что имеется Чен на первый пик. Это уже подразумевает какой-то экшен. По некоторым играм мы смотрели, особенно в группе, что Чен не всегда эту агрессию показывает. А просто пассивность, лишь бы хорошо лайн отстоять. Пока тут не видно Чен, с каким героем будет работать. Я имею в виду саппортом. Надо какую-то четверку добрать. Если это, конечно, не будет соло ПЛ у нас на какой-то линии, и ВРК будет четверка в сложной. Я думаю, мы сейчас как раз и поймем, будет это ВРК коровая или нет. А, ну еще минутка примерно у нас есть на раскрытие тайного плана команды Блинкпул. С Ченом они в группе не играли. А нет, у меня тут не все прогрузились. Сейчас посмотрим еще раз. Появляется у нас Лина. Такой утилити-герой, потому что все-таки закрывающий у поляков. И плюс они уже видят там процентов на 80, это Медуза. Ты не помнишь хоть одну игру, когда Медузу ставили не в мид? Настолько это редко происходит? В последний раз, да, я не помню даже, когда подобное видел. Обычно, хотя нет, слушай, на этой квале, кажется, была одна Медузка из легкой линии. Но я могу ошибаться, я могу очень сильно ошибаться, потому что игры я повидал очень много. За свою жизнь? За неделю. За неделю? За неделю моей жизни, да, игр, возможно, больше, чем за последние несколько месяцев. Ну, вообще, мы видели сегодня уже противостояние. Вот это Лина против Медузы. Тогда Лина отомнила ее. Какая у нас игра-то была? Я уже что-то подзабыл. Где, Медуза Лину или Лина Медуза? Да, когда там была Медуза и Эмбер. Помнишь? Ну, ты помнишь. Да, я помню. Но, опять же, игр было слишком много. И сегодня тоже. Память уже хватает только на последнюю. Как у Золотой Рыбки, 3 секунды. Только на последнюю карту. Минус Брудка, чтобы не быть забруденными. И минус Аксеевич. Также делают Кингвин. Да, не забывают про эту Бруду. Поляки частенько с ней играют. И плюс, пока нет ни одного героя, который мог бы стоять в теории с этой Брудой. Могли бы они его закрыть как раз на Ласпик. И все-таки поменять там, например, эту Медузу в легкую. Постали, хотя они с Брудой и играли в легкой тоже. Смотри, появляется Никс Ассасин. В ответ очень быстро рисуется Нейчерс Профит. И сразу же серия вопросов. Играли уже сегодня Блинкпул с Никсом. Правда, там Мизери играл на Никс Ассасине. Во-вторых, Никс очень хорош против Медузы. И также, может быть, не хуже против Нейчерс Профита. Да, он против Нейчерс Профита вообще один из самых лучших героев. Ты его по игре постоянно с этой виндой. Ты ловишь плюс фай. Так ты накидываешь Моноберна, он весь синтовик. И поэтому, я имею в виду винтовский герой, там Моноберна больно будет заходить. Да, и вот такой быстрый выбор последнего героя для Экзотик Дира. Ну, понятно, что он сказал, о, давайте сейчас мы, короче, Профитом закроем, и это будет изи-катка. Да, это именно, получается, Фурион позишн один. Да, получается так. В легкой линии. Да, Нейша будет в центре стоять на Медузке. Патас в сложную идет на Бестмастере. Мизери в этот раз пересел на Чена у команды Блинкпул. И самое главное, что это Никс именно тройка, которая получит очень хороший левел и будет замакшенным там на Берн дальнейшем, а там которого КД это в 4 секунды. Если бы Никс был четверкой или пятеркой, с левелом были проблемы. А тут этого не возникнет, поэтому у Медузы и Фуриона по игре тут будут проблемы возникать. Так, ну все, начинаем смотреть. Плавной камеры нет. Все, 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 обсервер. На В, на В. На В? Хорошо. В. Вот. Да? Да. Не, 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 он по-прежнему стрелочками крутит. А на мини-карте, если нажать? Ну, я разобрался к третьей игре. Ну, ко второй уже было попроще, к третьей вообще. О, все, теперь есть плавная камера, все отлично. Все, но... Единственное, Брингпул, вот как раз я задумывался о том, кто это будет в Ирке, это будет Медовый, но после Лины стало понятно, что это четверка, и мне не очень нравится, знаешь, именно Лины с Ченом. Они как бы так себе, ну, это не самый лучший герой, наверное, для Чен, для сетапа, я имею в виду. Но с другой стороны, с этой ВРК можно проявлять агрессию, и, возможно, а, не видишь, свапаются линиями. Да-да-да, и я как раз тоже хотел об этом поговорить, что сейчас так Чен нападает под коп по двоим. О, под двоим попал там. Я не знаю. Это какой-то... Это как-то он вообще краешком обоих зацепил. Да-да, подкрутка, какая-то подкрутка, скорее всего. Причем не получается у ВРК как-то добраться дальше до Шадоу Демона. Шадоу Демона прогоняют, у него семь танго еще есть. Закупился на полную. То есть понимают, что тут трипла будет внизу стоять, и ставят все-таки вот этого Никса с ВРК, агрессия, которая у них должна была быть в топе, ну, какая-то, она на низу оказывается. Против этой триплы. Более чем, ВРК у нас с Веномчиком. Ну, должно быть, по логике вещей. Нам сейчас показывают замечательный пролет. Это кто как Медуза блочит крипов. Я очень частенько заметил, что тут не все делают RTZ-блок на этой квалификации. Это за сентов, знаешь же, это там, когда у товара нужно встать так, чтобы у тебя крип слева не пошел, и проще блочить было. Ты так более, ну, жестко скажешь. А в одном из каких-то патчей, я просто не помню, как давно использовалась эта штука, вот совсем недавно, ну, в смысле, использовалась ли она на этих квалах, но в одном из патчей проскакивал фикс того, что теперь крипы всегда выходят с одной стороны. А может, это в последнем было? Может, это как раз для того, чтобы этот RTZ-блок и починить. Да, потому что это была формулировка. Я тогда еще удивился, поэтому я обратил внимание на эту тему. Ну, вот, возможно... Ну, в любом случае, не раз видел, что тут и крипочков пропускали, поэтому... Ну, сейчас они подблочили там вроде абсолютно ровно. Приходит у нас ПЛ все-таки в сложную, будет он стоять против Фуриона и Шотт-демона, ну, так себе ему тут будет, пеньками его разогревать будут. Тут все зависит от чена, наверное, какой крип сейчас попадется и насколько сильно он будет ему помогать. Да, ну вот минута прошла, сейчас на лагере отправляется Мизери, и сейчас с этого лагеря он кого-то привезет с собой. Да, что там за крип у нас появился? Сатир, ну, замечательно. Отлично, да. Более чем... Плюс это реген будет дополнительный для ПЛ, его тут разогреть будет тяжело. Тем более он закупился, там есть и Мангус, шесть танков, Ласка, более чем комфортно себя будет ощущать. Да, при этом у него на линии очень тоненькие персонажи, которых Сатир, по идее, может неплохо бить. Подводит пеньки. И поблочить, поблочить надо сейчас. Да-да-да, пытается, пытается блочить. Мизери и правда очень сильно получил. Получает еще он и Солкейчер, второго уровня уже ЛСАЖ, выбирается Мизери из-за подни и уходит. А вот Фантом Лансер там продолжал, я так понимаю, нападать. Не, не, он тоже слез. Мне кажется, ему стоило напасть как раз на Фориона, потому что в это время его никто не харасил. Ну, если он там был вариант не пропускать крипов и при этом убить его. Там снизу Кацор подставился очень сильно. А Поршот есть? Наверное, наверное, нет. А вот сейчас откатится, но там уже от регенса враченикс. Да, чуть-чуть подрегенился, я так понимаю, он там тоже где-то там себе обмазывается. Мизери умирает на верхней линии тем временем. Не смог отомстить за него Мадара, но Мадары тоже уровень 2, не слишком... Похоже, сработались по той же системе через Дестраупшн, еще Солкейчер, и просто пиньками подблочили и забрали. Да, возможно, так и есть. Так, а крипта какой у него? А, он так и не взял. Он так и не взял. А, у него на первом уровне, он только-только второй взял. У него же на первом был Пенитенс, точно. Как-то мы не обратили на это внимание, но вот такое и есть. Да, но извините, мы тоже уже как бы стареем в прямом эфире часов на 12. Говорите за себя, коллега. Хорошо, хорошо. Но ты тоже не обратил на это внимание? Да я на Чену не помню, чтобы кликали. Ну да. Ну он же нажимал кнопочку. Внизу там, да? Да-да-да. Ну да, подзабыл, значит. А Лина у нас сейчас с Медузой абсолютно ровно у них ПКС-ситуация. Ну, возможно, сейчас в дальнейшем будет как раз обгонять Лина, когда уже Драгонслойф появится третий. Я надеюсь, что тут не будет такая же ситуация, как с ОГ по рунами. Тут контроль у команд, потому что ОГ в прошлой карте там просто все баунти-руны, неважно, сколько ты умираешь, всегда преимущество за тобой. Так они реально, они ходили, фидели безбожно. И при этом, они пошли с фидели, появились, пробежались по рунам, четыре руны. Там зомби за 25 минут одну руну забрал. Одну руну забрал, да. Это, конечно, был шок-контент. И вот сейчас появляется этот сатир, и непонятно вообще, что в топе делать, потому что против крипов Чена поляки вообще не взяли ни одного героя, учитывая, что Чен был на фюзбик. Да, и вот он Чен. Чен начинает развлекать. Конечно, не так просто сейчас. И вот еще один Пенитенс пошел, переключается на Эли Саша. Добить-добить. Добить не получилось, да. Не получилось, да, жалко. Тут надо было как-то заранее, не так просто. Да, вот он экзотик-гир там спокойненько себе там таунтит. Так, а второго крипа какого он там берет? Там, наверное, застакать нужно. Там он сатирчик еще одного взял. А застакает? Застакает? Да. Да, там кентавр появился, тоже хороший вариант. Но сатирчик неплох, можно выжечь еще мануфриона, чтобы пеньков не было. Вообще, это Чен у нас пятерка все-таки. Я хотел сказать, что он тут фармить не будет, айтемов нет, но в топе он экспосовый получает, там минимальный набор айтемов получат. Таким, у нас тут ВРочка будет подфармливать. Да, а в центре очень ровное противостояние Алины и Медузы. 23-5, 20 на 4, там разница в полпачки. Вот это очень неприятная змейка, которая очень многоманно из кейсера высасывает. Странно, что не отошел, вроде видел, там через все крипов она прошла. Особенно больнючая, это когда последняя уже. Может, да, может тоже где-то отвлекся, там, или подустал. Или подустал, да. Все-таки, действительно, для команд это очень-очень долгий игровой день, 4 беста в 3 серии. Даже если ты играешь в первую и последнюю встречу, это все равно изнурительно. Ты постоянно должен быть на стрёме, смотреть матчи, авось что-то где-то просмотришь, не заметишь, и потом тебя на этом вздергнут. Тоже не хочется таких вещей наблюдать. Так, руны у нас забрали без мастера, тут мы смотрели, как это происходило. Так, и... И две в топе. Четыре. Четыре баунтера. Четыре руны для Блинк Пол. Все, это ГГ? Ну, пока нет. А у Никса тут дела более чем хорошо. Там 21 крипса, тут самое главное получить эту вендетту. И с этой вендетты любое смещение, это будет фатальное для Фуриона и для Медузы. Да, причем хорошие там подключения могут быть. ВРка, Лина, там, ПЛ тот же. Куда ни приди, везде можно поубивать людей. А в этом плане с Линой будет хороший бирж дэмэдж. ТП же, что у нас Шетл Демон на низ. Я так понимаю, хотят какую-то агрессию провернуть втроем, там, спрятать. А на какую агрессию они сейчас, вот, интересно, будут просчитывать? Ну, через Дистрапшн и... А, вот на такую агрессию они просто за башню нырноли. Тут шифры ОООН с пеньками. Тогда да, тогда можно и по агрессивнее, чем по Карапасе. А как добить-то его? Дизейпов-то нет. Я не знаю как. Придется бежать, он еще может... Хорошие дальние топоры, да. Еще хотел сказать, можно подпушить с катапульты, но вот, к сожалению, она тут умирает и уже тоже не разогреть. А в свою очередь, может, Чен в топе. С двумя тележками. Почему с двумя? А, да, вот. Переманил. Я чуть не увидел. И одна еще его, да, телега, вон она спряталась на Чен. У меня спина такая большая, не заметил. В широкоплечии Чен. Сакса убегает, ему даже кларетку не сбивает, что-то у демон. Там под Виндраном. У него вроде нет третьего заклинания, что-то у демона. Ну, да, Вот придумать ли что-то с Медузой, как-то разогреть ее, под лагуну выйти в плане Берстауни все хорошо. В топе бы одновременно они забирают практически. Да, но только тут было там три героя, даже четыре в некоторое в одно время. А там только... Две катапульты решают. Там-то ноль была. Помнишь игру, где Шедо Демон там была минут 40 грелась? Эль Бисаж, который... Это же был этот Шедо Демон. У него 100 нетворс был. Просто 80 даже. Да, пустой инвентарь был, абсолютно. Я помню, я помню. Причем я ему говорил, он может как раз сейчас вот там 80 накапать, там вард купить, смок купить. А он так и делал. У него только первые деньги накапали вард, только накапали смок, только накапали там Сентрик. И у него вот стабильно нетворс держался на минимальной отметке там, ну, в ноль практически. Ну, это задача его, не выйти в главное. Нетворс хороший, не больше 500. Чтобы не быть целью для противника. Мало денег, да. Кто брать внимание на такого Шедо Демона? И вот как раз... Так, ну тут летит Фурион у нас. И зажимает низовый спрутак. Ну, правда, вот Феникс разбивает эти спруты, но дэмэджа более чем хватает. Опять эти топоры больнющие залетают. Да, причем вот на максимальную дальность там все эти топоры очень сильно бьют. Ну, стянулся Бист втроем ради Чена Пятерки, которая без Сапога. Такое. Хотелось бы, наверное, больше. Ну, Биста пятый левел. Нужен Рор. Из-за того, что постоянно они там все вместе ходят. Ну, тут не получилось напасть на Патаса. Какой левел у Биста? Пятый? Пятый пока еще. Восьмя минуты, да? Да, пятый. Хотелось бы шестой побыстрее. Сейчас медалька намечается. Ну, до шестого тут полторы пачки осталось, плюс-минус. Слушай, по Нетворсам смотри, все-таки тут Медуза с Линой вот этот сетап абсолютно ровно стоят. Даже Медуза немножко обгоняет. Да, и правда. При том, что баунтируны все Блингпул забрали по Таурам, вроде ровно. Ну, чуть-чуть совсем, но все-таки. Никс получает Виндетту шестой левел. Я думаю, стоит, наверное, Пэллу стянуться на низ, как раз-таки толкать этот лайн, а Никсу... А, ну, понятно. Но если ты Медас хочешь, тогда да. Я-то думал, что у него там сейчас Аркану, он купит и пойдет Ганну. Апсервер, возможно, схватил сердечный приступ, увидев этот Медас на Никс Ассасине. Камеру так повело в сторону. Опять Мизери. Похоже, по той же системе все будет. По той же схеме. Топоры точно так же залетают, Мизери теряет почти все здоровье, очень легко справляются с Ченом. Ну, и там нападение Фантом Лансера на Феникса, которого он забирает. Хоть и Мадара тут даже сейчас килл забрал, мне кажется, не соль актуально. Тут ты, наверное, на Пэлле хочешь вначале именно получить такое, ну, побыстрее линию толкать, лес спокойно формить. Ну, по сути, он пока этим занимается. Вы все-таки стоите там втроем, постоянно к вам приходят четыре героя. Ладно, они сейчас отлично разменялись, там, пятерку на четверку тоже, но у тебя Лина-то и Никс формят основной, поэтому можно один разок загулять и получить по голове. Ну, сейчас посмотрим, как этот Никс будет отрабатывать, потому что он очень сильно засел на линии. Я не думаю, что он вообще будет отрабатывать с этим Медасом, я думаю, он еще минуты три-четыре точно поформить хочется. Это Кезу, понимаешь? Вот самое-самое такое странное для меня это то, что вот... Ты же его так прям, ну, как бы, распиаривал. Да, я просто, ну, мне нравится его трансляция. Он очень толковый, я говорю, он все объясняет. У него вот почти всегда есть логическое объяснение любому действию. Да, он очень четко все раскладывает по полочкам. Но сегодня конкретно он и на Бестмастере плохо сыграл. А руны через 10 секунд у нас. И на аксе он плохо сыграл. Вот тут хорошая позиция на верхней руне, в теории бы, точнее, на нижней верхней. Кто-то мог бы подойти по типу Френа забрать через Виндетику. Да, это могла быть неплохая засада. Знаешь, я думаю, это связано с тем, что играет он все-таки против Медузы, понимает, что игра затянется, у вас пыл, особо спешить некуда, поэтому... Ну, это касательно аргументации. Это касательно аргументации возможно. Да, это действительно может быть объяснением. Но поглядим, как этот Мидас ему аукнется в дальнейшем. Просто у него вот в команде Чен, Чен, который действительно может выпасть из-за такой... Да, вот нам опять показывают, что 4 руны забирают. Ну и вот, вроде бы где-то кто-то там фармит у Кингвин, а мы видим, что вновь в ПЛ. Лина уже на первом месте. Лина отставала на 400 монет от Медузы, вот когда ты про Медузу рассказывал. Так, смок у нас от поляков. Показывают нам, рисуют Бист, траекторию, как они хотят выйти. Да, они могут найти Лину таким образом. А Лина это будет очень хороший шпиков. Кейсер, Испевает. Просто фызы нажимает и убегает на ноги. Причем он как раз... Разревелил смолганг. Он причем как раз древних бил, заклинания своих наколдовал, ускорился за счет пассивки и на педали просто... просто на педали надавил. Так получилось очень интересно для Лины. Советовал я Мадаре там стянуться на какой-то сайдлейн, но пока он чувствует себя царем, стягивает туда постоянно каких-то героев, наказать его вообще никак не могут. Может быть, логичнее было в топ выйти на этого пыла и через рор как-то со спины убить. И вот у нас выход от Кезу. Да, он уже Мидас свой купил, поэтому теперь может с чистой совестью идти и ромить по карте. Даже если он будет умирать в этой игре, у него и талант на голду и с Мидасом, он свое получит при любых обстоятельствах. Так что задумка в принципе понятна. И обнаружил он сейчас Бестмастера, он в целом провел хорошую разведку. Единственное, ТП-аута нет. Может подрезать подряд? ТП-аута нет. Надо его сейчас как-то перерезать. Бест с ультимейтом. Не, ну могут они еще побегать за Никсасасином. Да, ну окей. Праймалрор, есть Праймалрор, есть так, да, 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 Карапасы. Ну много времени выигрывает, при этом Курьера забрал, поэтому это стоило того. Да, 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 да. Вот там ульт Фуриона. А Фурион у нас Орчит покупает, а это опять же все интеллект. Это против Моноберна не работает, поэтому будет решать, кто будет нападать. Никс из Вендетты или Фурион где-то прилетает до этого Никса, если он будет фармить. Да, и с Оркидом на него на него. И с Оркидом, потому что с Оркидом так этот Моноберн неприятно ловить будет. Ну вообще, да, вообще Жук, он и правда очень будет мерзким, он и Медузи очень сильно досаждает. А Медузу на что собирает? У него МОМ точно есть сейчас, да, и будет Драгон Лэнс в дальнейшем. Ну, Ленка бы тут, наверное, не актуально была, потому что есть как раз-таки этот Никс, который это забивает, потом с кулдауном в 4 секунды он поиграет. Ну, я думаю, обойдется Медузка, потому что против Фантом Лансера это поможет рано или поздно как раз Диффюжел Блэйд игнорировать. Вот Медасик у нас. Можно дальше побежать. Замедасил и побежал. Замечательный геймплей. Пока Медас окупается. Ну, пока что, пока что да. Посмотрим, как этот Никс дальше будет работать. Тысяча до Фуриона, а Фурион позицион один. Да, и на уровне с Бистмастером идет, если уже сравнивать конкретно их позиции. Так что да. Пока у Никса все и правда неплохо. Там правда Сентрики стоят в лесу. Сейчас Никс будет выходить. Знаешь, мне не нравится этот выход, что все без Лины происходит. Лина, в свою очередь, Медит Таор. Ну, как-то я не знаю, поляки тут в этом плане безидейно. И еще один момент, о котором мы не упомянули, но который был в свое время ультраметовым. Это Никс Ассасин против Феникса. Феникс постоянно поджигает все вокруг, наносит колоссальный урон по области. И его Санрей, он очень мерзкий. Феникс всегда, ладно, с огромного рейнда. До него нереально добраться. А тут у тебя третий скилл. И все, и Феникс затыкается. Когда Феникс был популярен, Никс Ассасин всплыл практически мгновенно. Тогда еще было мета Бэтрайдеров, как раз Фениксов. Никс их контрил на карнию. Получается, отличный ласт пик. Да, получается, он решил некоторые вопросы. Посмотрим, как эти вопросы будет конкретно Жук решать по игре. Одно дело взять героя, другое дело исполнить на нем. На данном этапе игры я вообще не видел Лина. Лина пока ушла полностью в ФК фарм, в свой лес там вылизывает все эти... У меня слова путаются. Ну, что-то вылизывает, в общем. Свои кемпы крипов. Да, да. А ты говоришь, что команды там могут быть где-то неуставшие или кто-то говорит. Неважно. Смотри, два невидимых товарища бегают. Ну, любопытно, когда такие невидимки... Они когда потом смотрят запись игры и смотрят на это все и очень-очень сильно уделяются. Либо можно с читами играть и так из инвиза в инвиз ударить. Случайно. Случайно. Копнуть, копнуть. Ой, ой, спалился. Ну, там мисклик, мисклик. Мискузи, мискузи, мисклик. Скан. Руны. Силы света. О, слушай, в центре ожидают ганг сейчас. В центре на скане спалилась команда Кингвин. Да, сразу вард, вард, центрик, центрик. Тут уже в центре стоит. А на Рошана заходит Блинкпул. Правильно? Бьют Рошана вроде, да. Медалька есть у Мизериона. И вообще первым айтемом он брал. Пока ничего не бояться. Жук должен быть на передовой. Мигает прион, что они там. Ну, а что делать? Как зайти? Ну, наверное, там прилететь, пеньков вызвать, закинуть туда топорами, откинуться. Ну... А пока просто откинулись на Жука, Орхит. Хорошо, ну, ВВРК отлично помогает своим планшотам, помогает Жуку двигаться сейчас. А хватает дамеджа за счет яйца, там как раз в конце Орси сработал. Ну, и яйцо тоже было уничтожено. Элли Сакс сейчас также пытаются его забирать. Из Саксона таких лу-хп уходят. Там вот буквально чуточки не хватило в этот Винран. Ну, Блинкпул тут более чем забрали Рошана, Аегис, сделали минус 2. Да, и Фантом Лансер уже очень-очень страшный. С диффузами набрасывается на Патаса. Ну, все, минус Бистмастер. Это еще и возможность забрать вышку в центре. А вот и Элина, которая ФК фармила свой лес, 8000 надтворца, топ-2, и сейчас с Аейсом можно просто давить и навязывать. А что этот фурьон-то сделал со своим морщином? В смысле, он его на Никса повесил? Нет, сейчас-то будет делать. Тебя идут пушить, вот он хочет купить Shadow Blade. Я даже не знаю, по идее он должен с Бистом убивать кого-то, искать, но я это вот в синергию их не видел. Где они там что-то делали, в смаке выхода. Ну, пока, да, пока не получается. А у Бистмастера там, кажется, нет способа ворваться мгновенно. Он только-только сейчас будет играть. Просто у Линна... То ли Блинг, то ли Shadow Blade. Shadow Blade, вот он себе хочет. И Блинг, и Shadow Blade. Но, извините, пока еще рановато. Без Биста не получится реализовать это торче. Там у Лины уже Иулу, у Фантома будет Монта там, теоретически. Тут Элисаж заманивает Никса Ассасина на себя, подсмотреть. Да, я булочка, заходи, заходи убивать, принимай меня. А Никсу на что собирать? Юлечек там тоже? Или Форстав? Да, он тоже Иул будет у Фантома Монта, на это вроде говорил уже. Чен один не будет бегать. Поэтому Кверк остается пока с Молштором актуальной, которая одна на низу. Вот можно было бы ее сейчас цепануть. Но опять же, в одиночку на таких героев нападать тоже может быть не слишком приятно. ДДшечка у нас у Лины, Shadow Blade, Ю. Как же больно она раздавает. Если кого-то найдет, да, то это труп. Сразу же. Плт просто вторым слотом Тараска сиражит. Тоже правильно делает, мне кажется. Он будет невероятно устойчив. В его команде есть два еще, ну ладно, много, много героев с хорошим уроном. Лина, та же Виндрейнджер может поддержать, Никс Ассасин будет со своими функциями справляться. А его задача что? Жить и бить с диффузами. Основная задача это еще за счет иллюзии сжигать ману Медузи. Конечно. А с Тараской у него дэмэджа пока не так много, им иллюзии не будут моментально умирать. Да, да, да. С Фениксом там как-то справятся. Остальной урон по области он вообще понарошечный. Поэтому Фантом Лансер тут будет как рыба в воде. Правда, сейчас могут башню свою добить Кингвин. Нет, не добивают. Под ТД Кейзер. Так, на Верочку решил разыграть. Да, вот он Майлстром. Внизу Т2 Таура стоит. Можно дальше идти наращивать свое преимущество до 10 тысяч. Фурион все пытается сплетить, отпушить линию. Сейчас, наверное, вверх полетит. Ну, как-то с Фурионом Вистом хочется хоть какой-то Таур забрать. А 18-ая минута? Вот Никс обнаружил Смоук. Просветка. Привет. Минус деньги. Тут никого уже нет. Минус деньги и минус игровая ситуация. Экзотик Дир засел в невидимости. Шадоу Амулет. Возможно, он сливает катку. Сейчас придет второй, знаешь, на него там Шадоу Амулет. На всех Шадоу Амулет и все, и сидим в засаде. Если Квиндвин сейчас пойдут подерутся неудачно против Аегиса, это будет практически лас-файт. Там уже что-либо придумать будет тяжело. А почему не хотят Абрингпул просто по низу пойти? Вроде Аегис есть еще. Ну, правда, там скоро закончится УПЛ, но все равно. Возможно, какие-то артефакты важные появляются. Не знаю, но Мадара Тараш может быть ожидает уже свою, потому что у него топор был, один бустер уже есть, осталось 700 монет. Можно как Тауэр снести в боковой шоп зайти и там приобрести себе. Да, можно, можно. А вот почему вот мы неоднократно говорили, Фуриону выпал из меты? Вот, например, ты сейчас летишь в Топс Пилит, там заходит Лина Шадоу Блейдом и Юлом, все, тебя убивает по игре. Ну, Никс, он довольно-таки редко появляется в драфтах. если в помете, да, то Лина... А Лина у нас через игру. Ух ты, как Тотейшн-то оказались так далеко. Ну, так вот он их отвел далековано. А, за счет ультимейта. За счет ультимейта прибежали и через проте. И поэтому вроде тебе пушат низ, а ты даже засплетать только не можешь, потому что ты не видишь Лину на карте. Ну, вот Шадоу Блейд появляется у Нейчерс Профита, немножко поможет ему планет плит пуша. Он ему ничем не поможет. немножко. А как? Тебя цепляют из Тана, ты уже из Дизейбла не выйдешь. Не, ну ты хотя бы можешь поделать свои дела, нажать Шадоу Блейд и там отойти, телепортироваться. Тебя уже будет не так легко обнаружить. Так, 3-1 по рунам у нас, плюс Аркану руны забирают. Так, 2 секунды до следующей Вендеты на Никс Ассасине. А Еггис кончился у нас звук вроде был. Да, кажется. Иллюзии тут Медузы делают постоянно. И вот Тараска, вот Тараска. Вот Тараска сейчас с ней и Фантом Лансер будет уже неплохо жарить. Ну, 2700 здоровья. И правда, чем его забирать? Вот, сейчас, да, минус Эгида. Прошивают тут. Там еще по Бесмастеру попинговали, что там находится персонаж. Возможно, стоит эти иллюзии на Медуза отправлять, чтобы все-таки Тауэр они так себе... Ну, ладно, тут помог. Убежал, по таймингу нажал. Тут зависит от того, кто первый начнет. и я о чем. И я о чем. Вот видишь, он свои фурионичи дела сделал? Ага. Подсветил. Раз. Не уязк не успели. Пока там с первой тычки отлетел. Нет, там же эти спруты стояли. Может быть, если там... это если ты прямо смотришь на курицу. если там кто-то контролировал курьера в этот момент, на него бы камера была наведена, тогда можно было. Ну, да, да. Но в итоге хороший отстрел курицы произошел. Правда, кажется, курьер уже справился с доставкой. И грузы уже были на месте. Бестмастер по-прежнему без блинкдаггера. Вот Кингвин, может быть, и рады были напасть первыми, но они не могут. Они могут только отвечать сейчас на нападение. Да, вот эту бы лину как-нибудь найти. Она там полыгры вот сейчас в топе сплитит постоянно. Мылшторм у нас. там мы уже видели его. А в топе вот эту лину поймать бы через Рор, через Фуриона, убить бы ее, потому что она по КД одна находится. Владимир у нас появляется у Мизери. И Улл, самая главная Кезу. Еще минус один герой, по которому не будет работать уже. Нашел Фуриона, нашел Фуриона, пингует. Лину ждет, Лину. Да-да-да, она на месте, она рядышком. Вот два инвизора. Shadow Blade. Не помогает. Но там еще Сентрик, если что, у Жука в инвентаре был. Они бы и так, и так добрались до Фуриона. Поэтому не будет работать. Либо самому с гемом ходить. Самому с гемом ходить и обнаруживать инвизора. Но только, знаешь, только мне кажется, это тоже будет... Ты его можешь потерять, как два пальца. что ты будешь видеть, как тебя убивают, скорее всего, если ты уже Жука рядом с собой обнаружил. Там даже банальная комбинация через Юл подкоп, ты уже никуда не уходишь. Осада у нас с Нижнего Тауэра продолжается второй год. Да-да-да. Через иллюзии. Очень долго этот Фантом Лайнер... Еще три захода, и я думаю, будет минус Тауэр. Причем его добьют свои, скорее всего. Максим, живи. Просто я думаю, это был бы обильно. Ну да, потратить 20 минут игры на такие вещи. Минут пять они уже там точно бьют. Линкин Сфера на линии. Осталось дождаться минуту Курьера, пока он воскреснет и отнесет составляющие. И Монтана в Фантоме, что вы будете делать этот Фурион с Сорчем? Ну, возможно, нульферсию взять. Я, правда, у него в Кикбай видел Сильвер. Я надеюсь, это шутка была, потому что... Да, у него будет нульфайр, он уже купил шлем и готовится в Сокрет. Ну вот с нульфайром можно будет. Ну, правда, опять же Линка. Но с другой стороны, на остальных героях все окей. Линки не должны ни у кого появляться. Ну, в целом, в целом, пока еще варианты у Кинген есть. Им нужно решить главную проблему. Это первые секунды нападения, когда они будут набрасываться, а не на них. Когда нападают на них, там еще какие-то ульты нажимаются, они вроде бы защищаются. Яйцо ставится, Стоунгейс жамкается. Хороший варс сейчас стоит, видит все перемещения в своем лицу. Бестмастер там что-то прыгает, кричит. И нет детекшена на них, сапку. Да, вот пошел Стоунгейс, а все разбегаются сейчас. Хорошо. С нихсом, даже если разобрались, то ок. Карапасов у него пока еще нет. Да, Кезу сгорает, два убийства совершает команда Кингвин, а дальше идет Кейсер, у которого двойной урон. И Фантом Лансер, у которого нет двойной урон, у которого все хорошо. Так, ну, надо, наверное, догонять, форсить после лица. Там у ребят ничего нет. Вообще стоит, вообще стоило бы подраться, пойти. Есть у меня вопросик к Блинк Пулу. Немножко они сдержанно сыграли, без агрессии. Вот так мы это называем. Сдержанно. Сдержанно, да. Ну, до этого по-другому называли там. Да, сдержанно. Потому что ведут 10 тысяч, там все герои убивают твоих саппортов, вы забрали Шидоу Демона, там Улины Лагуна, Пейл Стараск, Фуловы, ну, как-то. За ними сегодня такие вещи замечаются на протяжении всего дня. Они в начале дня были не разыграны, было видно, как они очень много в микро ошибались, ну, просто не попадали там, чем должны были попадать. После этого они очень сильно остыли, попытались играть агрессивно, опять получили по шапке, и вот с тех пор они играют сдержанно. То есть сегодня, я понимаю, что груз ответственности, он давит. Поездка на Интернешнл на кону, игра на вылет, если вы проигрываете все, как бы до свидания. Но эта сдержанность, она очень боком выходит часто, особенно против таких героев, как Медуза, которых лучше задушить вот в зародыше. Особенно, когда ОГЭ там в гранд-финале. Так, ну, ловит тут Медузу, прилетает вся команда, но зря они, наверное, хотят ей помогать. Яйца нет, тут ТП по одному, каждый будет лететь по 5 секунд, поэтому надо было просто продать. Катсор сейчас тоже будут догонять, ВР-ка уже на месте, Фантом Лансера забегается с посевки, Дефюжал Блэйд, Копьёк, Катсор домой. Медузы не будет минуту. Можно заходить по Меду? Можно попробовать зайти, да, можно попробовать зайти. Фурион прилетел скипать. Лина, 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 Юл, Фурион. Остальчик, может, детекшн кто-то? Из детекшн? Да, ВР-ка, там гем. Нет, там сентри. А, сентри поставили, А, вот, вот, это у Феникса. Волевой байбек от Мизери. Ну, а почему бы нет? А, зачем у него даже литимейта нет? Ну, да ладно. В атаку без сапога. Нормально, сейчас догонит, сейчас догонит. Там экзотик дир, пошел, пошел скипать. Все, деревья, пеньки, замечательно. Все, ребят, ребят, я держу эту линию. Увожу на себя. Фурион, у тебя база горит, нет, казарм, да, все, казармы магов, с выкупом, все замечательно. Сейчас руна волшебства, и я, я вам помогу. 100%, ребят. Он ведь выкуп только что тратил, верно? Да, вот он, вау. Да, вроде нет. А, ну да, 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 его же убили, его же убили с Юла. Да, я же о чем? Странно, на свой байке. Окей, окей, Солар, Мизери не доконтроливает вас. Он просто забил. Просто забил. Это называется, забил. на пацанов. Там Рошан умирает, очень важно смотреть, как он умирает, собственно. Да, вот, прилетает Кингвин на Рошана. Он быстро разбирается с людьми. Да, причем Шадоу Демон еще может вот так делать, интересно, он может делать иллюзии Фантом Лансера, из которых делаются еще иллюзии Фантом Лансера. Ну, на Рошпите можно удачно подраться, если выбрать яйцо, такая позиционочка, где будет трудно его разбить. Смотри, какой заход. Я так понимаю, Блинкпул смог юзай, ты понимаешь, это все и в спину сейчас просто зайдут, и не буду ждать. Но, правда, по очень широкому радиусу сейчас забегают ребята, могут опоздать, могут опоздать. Понимаешь, что надо побыстрее, надо пуршот, проскалывайте, там очень лоха Бэрошан. Пуршот, пожалуйста. Так, пошел Стоунгейз, Никс, скорее всего, окаменеет, Рошана не добить, пока что Рошана не добить, срабатывает тем временем еще и нова, и да, пошло оглушение, но пока что все живы у команды Блинкпула, а уже потеряли Шадо Демона. Медуза, все, Медуза без маны, мана щит не работает, если нет маны. Феникс тоже умирает, все подпрыгивают на импейле от Никса Ассасина, Рошан падает, добивает его, кажется, Фантом Лансер, Мадара забирает эгиду, сыр еще валяется на полу. Ребята, я пушу, сейчас все будет. Друг, у тебя сейчас вторая линия сгорит. Ну, а что он может сделать? Ну, то он говорит, ну, а что я могу сделать, ребят? Фуриона мне пикнули. Фуриона мне взяли. Наверное, сам сказал, дайте Фуриона, я там затащу. Они его очень быстро взяли, это был последний пик. Инстапик. Мгновенно. И вот этот Фурион. А там Инстой Никс был? А там Жук был сразу, да. И, как бы, вот, вот последствия такого драфта. Возможно, стоило бить Рошана под Бестом, там оставалось в районе 1000 хп, может быть, успели. А там все-таки хорошее было яйцо от Феникса, потому что пробивать вообще непонятно как. Ну, просто Фурион тоже, вот он с таким билдом, он должен драться, у него это торки, ты прыгаешь, у тебя много урона с руки, у тебя хорошая дальность атаки, ты вот просто стоишь и бьешь. Я видел этих Фурионов, рукопашников, они, ну, нормально могут все делать, если до них не добираются. Естественно, без БКБ, там, ты жертва для Жука, для Лины, для Рейнджера. Экзотик Дирн, Кейзер. Хочет, если Кезу сейчас будет на хэграун, подниматься. Там Юл, и Ген, кстати, у Жука есть. Не, нулифайр, нулифайр у него. Должен, должен забирать, но Кейзер там прямо бежит, 550. Успеет ли сбить ТП? А у него ТП в... А, ну у него обычный. Ну, вот и минус Фурион. Пенитенс. Он за Никса получил 730 голды. Ну, они проигрывают 20 тысяч уже, поэтому и Никс там, я так понимаю, дороже намного. Ну, Фурич без выкупа, хотя за минуту вряд ли получится там еще третью сторону сломать. Там Т1-вышка еще снизу стоит. Вот та самая Т1-башня, на которую... Вот он, вот он пришел, Воин Света. Я думал, тут сейчас продолжится эта осада, еще минут 10 они постоят, посмотрят на Т1 и разойдутся. Невозможно ее было сломать. Да, Медузка 20 уровень, плюс 700 маны, конечно, позволит ей держаться чуть дольше в драке. Или наоборот, ее быстрее еще будет убивать Фантом. Ну, он ее что так, что так будет убивать, в принципе. Ну, а так с Маноберна доп. урон. Ну, типа того, да, 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 тоже есть такая механика. Теперь Бисмастер на сплитпуш у нас вышел. Я не знаю, какие-то вот ауты для поляков, как выигрывать эту игру, вообще понятия не имею. Вот если бы он Фреона поменять на кого-нибудь другого героя. Но это последний пик. Последний пик. Всю квалификацию. Именно в Европе, вот мы это замечаем, последний пик ломает игру. Просто Фреон, вот ты говоришь же, будет он файт с этим Моршином, там Моршин не работать ни против ни одного героя. Там дело. Либо Юла, либо Монта, либо Форстаф, и... А у тебя на файт нету БКБ там какого-то... Вот, и без БКБ вообще... Один стан ловишь, ребят, летел. Да, так и есть. Так и есть. Ну все, начинается осада теперь последней третьей линии. Я надеюсь, она будет проходить не через иллюзию. Там еще Шаду Демона иллюзии отправляет, так что там вдвойне интересно наблюдать. Больновато ПО. Ну что, Регениц просто раз кидает. Что, не значит? Стоит отправлять эти иллюзии не на Тауэр, а на героев. И тогда они будут отходить на базу Регениц. Ну вот сейчас Фурион улетел, его видят и могут нападать, потому что еще там 20 секунд Фуриона не будет. А, Мадара Спейс создает. Да, просто зашел с Тараской Саиги сама кейзер сносит бараки. Да, так и есть. Медуза получает. Щитманы. Заканчивается. Заканчивается яйцо. Ну, яйцо сработает хорошо. Медуза делает выкуп тоже хорошо. Яйцо очень хорошо срабатывает. Останавливает Лину. Останавливает практически всю команду. Блин, пул Пеникс горит. Его уже не остановить, но Фантом Лансер силен. Силен, зараза. Отступает ПЛ. Вот он Мадара в уголок зажался. Тут же Кезу. Сейчас за Трагеницей нападут. Может быть, да. Может быть, такое. Он просто в теньке стоит. Он за деревом спрятался, его не видит. Вот он выходит и начинает заниматься фигней. Ну, все. Кажется, все в порядке. А сыр у нас, получается, у Пейла тоже, да? Там Лина ничего не забрала. Нет, Лина была сыр. Не успел нажать просто. Возможно, там на Лифар. Ну, Лифар может какой-то туда повесили. Вот он, он боец. Фурион, Фурион, Фурион. По сплитпушу чемпион. И по фарму. И по фарму чемпион. Но не по выигрыванию каток. Да, на этом турнире у Фуриона плохая статистика, насколько я помню. Если это не Ликвид. Да, есть такая история. Опять Ликвид, опять я вспомнил про майнд контрол, и все. И я уже жду официальные извинения. Так, а где Нейчерс Профит? Смотрю, вот я, Коломене, о, Нейчерс Профит. Хотя нет, слушай, не скажи, чтобы он сильно много проигрывал, 41,5% у него побед. Но вот я смотрю, что и побеждают на нем команды, которые, мягко говоря... Да не работает этот герой против таких, как Лина, Эймбер, которые заходят у нас раз через раз в каждой игре. Нужна какая-то прямо целая концепция игры, в которую он будет вписываться. Я вот смотрю, что проигрыши у команд типа Альфа-Ред, Торус, Альянс, Альянс опять, Тим Левиафан, то есть те команды, которые уже покинули квалификацию в том или ином регионе. ОГЭ неплохо показали с Фурионом, но это Фурион сложный, который у них как раз под пуш заходил. Они как раз Кингвин и обыгрывали с этим Нейчерс Профитом за 28 минут. Кто у них там был еще? У них был Фурион, Чен, Эмбер, Леон Верка. Вот. С Ченом они пушили тогда? Да, здесь же Чен, ну здесь в принципе пуша под Фурион. Ну короче, да, он против него просто еще Жук, Лина, все его ловят, все его убивают. Да, последняя казарма остается. Конечно, через иллюзию ее убить тут нереально. Так не получится. Она регенится быстренько достаточно. А вот Лина, да, Лина подходит, несколько тычек наносит и уже казарма становится чуть-чуть больнее. Решили не спеша закончить. А сколько у них? 22 или 32? А то я не вижу. Кого, кого, кого? Преимущество. 22 тысячи. А Игис кончился ОПЛ? Да. Пошел в ультимативный от Медузки. Фантом Лайзер уже бегает, начинает убивать Феникса. Феникс прожимает яйцо, а на базе никого нет. Все отошли из-под яйца. Неприятная линия поднули фаером. Вот прошел он, сейчас поражало сыр и на развороте убивать нет ничего. Ну, это без маны уже. В него угрызается Фантом Лайзер сейчас. БКП кончилось у ниши. Да. Нечем остановить пока что Феникса. Никса Сасси мертв и Феникс свой Санрей выдавал на полную мощность. Ну, ладно. Мощность у Медузы заканчивается, она без выкупа. ГГБ пишет Элисаж и 1-0 Кингвин начинают уступать команде Блинкпоу. В общем, они эту игру минут 15 завтра проиграли. Да, минут, я тебе скажу, 34 минуты, ладно, 35 с половиной минут назад они проиграли эту игру ровно в момент выбора Nature's Profit'а. Причем очень быстрого выбора Nature's Profit'а. Ну, ладно. Это, конечно, остается на совести команд и, естественно, у них какая-то задумка за этим была, но я не знаю, я чего-то, наверное, не понимаю. Ты понимаешь, Максим? Нет. Вот так мы и сошлись. Так мы и работаем, да? Так мы и работаем, да, да, да. Один как бы что-то говорит, второй вроде бы как согласен. Да мне уже на Медузе, кажется, БКБ, она включает в последнем тюфайте. Такие дела. Да. Нам еще статистику немного покажут. Урон по героям. Очень, кстати, распределен получился урон по персонажам и у одних, и у других. Ты посмотри у Мизери Пятерги, сколько под конец айтемов. Понятно, что там забрали Хорошана, Файтман, вон в топе чем. А, да, 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 вижу, вижу. Видишь, Владимир там. Ой, а он богатый, слушай. Да, Владимир, Медалька, Персеверенс какой-то, там госкептер, я даже не заметил. Да, там Владимир у него достаточно рано появился, вот Солар я еще обратил внимание, под конец там где-то был, да хватит так елозить, обсервер. Да можно просто на этом оставить, и все нормально будет. Там еще варды, варды тоже важны. Эллисаж, вот тот самый Эллисаж в шаге от вылета. Вот эти треш-токеры, они вот постоянно наказаны оказываются. Карма работает. Медасик себе прикупил Феникс. Да, и вот он Медас от Кезу, которого мы обсуждали. Но, как мы выяснили, аргументировать его можно. Да, можно и попытаться поспорить, да, как-то с приобретением, но в целом это его игра. Вот даже если глянуть на его счет, у него там 1-6, получается, как ты берешь этот Медас, идешь в Виндетту, даже если ты где-то умираешь, ты по Нетворсу в один момент не просядешь. Ты просто подфармливаешь много. То есть неважно. Ты и создаешься поиск, когда он курьера убил, умер, потом... При этом ты еще добираешь опыта 10-го, на 10-ом у тебя плюс 60 золота. А если ты, получается, идешь в Виндетту, умираешь, ты не фармишь при этом, может под конец все плохо, выйти там один слот или полтора. Да, да, да. Это интересная версия, возможно, мы увидим чуть больше таких жуксов, ассасинов. А на этом мы прекратим наше вещание буквально на чуть-чуть, на секундочку, после чего вернемся и посмотрим уже карту под номером 2. Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. Готов? Готов. Вон где они прячут свои 45 миллионов. 45 миллионов треков. Полгода подписки на Apple Music в подарок всем абонентам МТС. Тариф хайп. Залипай с безлимитом на Twitch, YouTube и многое другое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!